МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовить именно рыбные палочки по рецепту Аллы расскажут ее самые близкие, любимые люди. Муж и двое детей, которые тоже пришли в гости. Меня зовут Максим, и наша большая семья очень любит рыбные палочки. Мы просили маму купить, но она говорит, что это не полезно для организма. Знаете, Анжелика, вы не одиноки. Мой сын, сейчас он, правда, уже вырос, и так, ну, сдерживает себя. А раньше, ну, невозможно было зайти в магазин. Рыбные палочки. Я говорю, сын, ты представляешь, из чего они сделаны? Магазинные рыбные палочки, вот эти заворожные. Мама, ну, они вкусные, ты такие не приготовишь. У вас то же самое, я вижу, да? У нас то же самое, да. А вам-то самой нравятся вот они по вкусу? Ну, мы когда-то с мужем постоянно покупали рыбные палочки, а потом уже с появлением деток я решила уменьшить этот полуфабрикат в питании. Просто Анжелика, сознательная мама. Запретить. И все. Ну да, решила. Хотите, как хотите. Аллочка. Ну, правильно. Зачем им покупать, выбрасывать деньги? Если попытаться найти в магазине качественные рыбные палочки, это теоретически возможно, то там будет такая цена, что для большой семьи это будет просто неподъемно. А дешевый вариант, это нехорошо. Да, я все время говорю, что никогда не надо экономить на себе и на членах своей семьи. Поэтому мы эту проблему решим. Сегодня мы приготовим прекрасные рыбные палочки. Для приготовления рыбных палочек нам необходимо рыбное филе хек 500 граммов, обезжиренный творог 200 граммов, один репчатый лук, отварная морковочка, желток куриного яйца, кукурузная мука, желательно грубого помола, и среди специй у нас будет соль, можно перец добавить и молотый тимьянчик. Можно использовать творожок, который уже в холодильнике, например, там пару дней полежал, то есть вы не можете дать ребенку, а вот в палочке он как раз подойдет. А муж рыбак? Ну да, муж рыбак, поэтому у нас зимой очень часто бывают карфики там. Отлично! То есть я хотела спросить, может, подходит такая именно, или нужен хек, или любая может подходить. Конечно, рыбак рыбака ведет вдалека. Да, подходит, все подходит. Единственное, что я не советую сюда использовать карась и красноперку, потому что много гостей, и потом горечь, ну, это не подходит. Но я еще забыла самое главное, что мы будем палочек наши обжаривать, потом запекать, и для этого нам необходим микс оливкового и подсолнечного масла. Но можем начинать готовить. Да, мы можем начинать. Прежде всего мы должны саму рыбу, филе и творог перетереть. То есть мы сейчас делаем фарш. Самое главное, чтобы не было крупинок творога. Ну да. Я буду измельчать фарш готовлю. Так, Анжелочка, а ты сейчас вот эту вот морковочку должна натереть на мелкую терочку. Вот на вот эту. Хорошо. Надюшенька, а ты, пожалуйста, вот эту вот луковичку измельчи мелко-мелко. А я сейчас буду делать фарш. Вот, Алуся молодец, всем работу дала. Алла, так интересно, что мы используем не сырое яйцо, а отваренный желток. Дело в том, что, как обычно, котлеты с мяса и так точно с рыбы, можно не добавить. Даже рекомендуется не добавлять яйцо. Чтобы они мягче были, да? Да, чтобы они мягче. А здесь мы добавим желточек. Вкус будет присутствовать именно яйца и пышность дать. А белок мы не используем. А откуда же ты узнала сама такой рецепт? Ой, Наденька, ты знаешь что? Дело в том, что то, что я люблю рыбачить, это неспроста. Дело в том, что у меня и дед, и мой отец были рыбаками. Ну, отец, естественно, работал на основном месте работы, но на рыбалку только свободная минута выезжал. Кум, лодка была своя. И вот рыба у нас постоянно. Но знаешь, как дети? Ой, опять рыба жареная, ой, опять рыба там рулет. Надоедала, честно говоря. Но, когда я стала студенткой, и у меня девочки вот в общежитии по комнате соседки, они жили в деревне. Они везут тушенку, везут, знаешь, такие сумки, картошку. А я привожу, господи, достаю такие красивые палочки. Что это такое? Не котлеты, а палочки. А это рыбные палочки. То есть зимой это было такое блюдо, что все завидовали мне. И вот оттуда пошли эти рыбные палочки. Потом я немножко усовершенствовала. Просто, знаете, с годами я поняла, что просто брать рыбу и делать фарш с рыбы, это немножко скучно. Чтобы приготовить однородный фарш, нежной консистенции, используем наш кухонный блендер. Очень удобно, острый на жизнь ржавеющий стали, быстро справится с работой. Так, открываем, высыпаем творог. Это какое у нас получается соотношение творог и рыба? 500 граммов у нас филе рыбного, и творога у нас 200 граммов. Где-то 1 к 2 приблизительно. И тоже хорошо, потому что творог, это же полноценный белок, детям очень полезно. И желток сюда. Закрываем и включаем. Фарш готов. Такой он беленький получился. Теперь, Анжела, пожалуйста, сюда к морковке высыпай фарш. А я включаю плиту, потому что лук мы не добавляем сырым. Почему? Если замораживать сырой лук, то тогда это невкусно. Поэтому мы должны лук обжарить. И сюда сейчас на сковородочку мы должны налить микс оливкового и растительного масла. Много не надо, буквально 3 ложечки, 2-3 ложечки будет достаточно. Наненька, отправляй сюда лук. И обжариваем. Анжелика, ну расскажи же нам о своих детях, о своем главном сокровище. Вот, младший, средний и старший в школе, да? Наоборот, я старшая, он средний, а младший в школе. Итак, 3 школьника в семье, а чем же любят заниматься помимо школы? Ну, в хобби, дочка она актриса. О, это сразу заметно, да, голос такой. Теперь вот человек при бабочке такой. А это у нас футболист. Школа Динамо. Слухой сломанной. Даниил, привет. 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 Ну расскажи, как же так получилось, что у тебя гипс на руке? Откуда же это он у тебя взялся? Упал. А что это гипс? Ты на тренировке? Нет, возле дома почти. А, а я думала, ты на тренировке и больше на футбол не пойдешь? Или пойдешь как-то? Пойду. Ну, через сколько-то гипс снимут тебе? Ну, в следующий, во вторник. Все, отлично. И будешь маме помогать готовить рыбные палочки. О, молодец, молоток. А, Лусь, а до какой степени нужно обжаривать? Так, лук должен быть прозрачным, но не коричневым, потому что основная масса у нас, здесь нет ничего коричневого. Если будет лук зажаренный, он будет выделяться, поэтому дети сразу говорят, мама, там лук. Мы сейчас лук не остужаем, весь лучок мы сюда отправляем. И Анжелика у нас сегодня все перемешивает. Да, ты все перемешиваешь и добавляем мы сюда специи. Тимьянчика буквально на кончике чайной ложечки. И, естественно, соль и перец. Ну, уже сейчас видно, что рыбных палочек получится много. Отлично, да. Хотя вот так, если подумать, всего 500 граммов, полкило рыбы. На семью из пяти человек вроде и есть нечего. А тут, ого! Но дело в том, что полкилограмма по цене, сейчас морская рыба очень дорогая, но мы добавляем для вкуса и для пышности и творог, и морковочку, и лучок, и тем самым мы объем делаем большой. То есть мы убиваем сразу двух зайцев. А тебе, наверное, Анжелика, приходится около плиты целыми днями стоять? Ну, в принципе, нет. Пять человек. Нет? Нет. А как ты так организовываешь, чтобы время и на что-то другое оставалось? У нас папа готовит. И что же папа готовит? Самый вкусный, он готовит украинский борщ. Сейчас я наберу немножечко водички, потому что мы будем формировать сейчас палочки. Ура! А, чтобы формировать, мы должны руки немножко увлажнить, чтобы фарш не приставал. Так что же, Анжела, ты уже когда замуж выходила, знала, что будущий муж хорошо готовит? Или это ты так его... Я предугадала это. А тебе тогда что остается? Ну, детей воспитываем. Спортом занимаюсь. Только рыбных палочек не хватает. Так, теперь мы увлажняем руки и немножко увлажняем саму дощечку. И берем, вот мы формируем сначала, как обычную котлетку, вот с руки на руку. И потом с помощью ножа отформируем такие палочки. Тут главное дело что? Чтобы они были вкусные и полезные, а по виду, чтобы как в магазине. Да. На детей это так действует? Да, вот почему я сказала, что муку кукурузную берите грубого помола. Тогда у вас будет такие, знаете, вот поверхность такая вот с хрустящей корочкой. Аусь, ну мы говорили, что это полуфабрикаты. Да. То есть и дома мы можем, получается, заморозить? А как правильно сделать? Нет, посмотри, мы приготовили, запанировали в муке. Даже можно сделать один слой панировочки. И тогда выкладываем вот такая вот, например, дощечка или плоское блюдо. Выкладываем один слой. Потом сверху пергаментом перекрываем. И еще один слой. Но не нужно строить девятиэтажный дом, потому что нижний слой, естественно, под весом. Он деформируется. Деформируется, да. Поэтому два-три слоя можно легко отправлять в морозилку. В морозилке застыли. Потом берете порционно 10 палочек. Папе надо 3. Значит, 11. И в морозилку все. Я смотрю, что Данилу тоже надо 3. Да, доставить спортсмену. Да, да. Посмотри, пожалуйста, на Алене. Что у нас есть? У нас есть грань. У нас палочка. У нас не колбаска. Поэтому делаем вот такую грань. Ножичком вот так раз. А потом, смотри, ножичком переворачиваешь. Оп. И получается у тебя грань. Не бойся, никуда ничего не денется. Сейчас мы должны палочки запанировать кукурузной муке. Мы сейчас панировочку делаем в один слой. И когда вы будете обжаривать, вы тогда можете достать. И еще яйцо взбить. Туда палочку. И еще сделать двойную панировку. Тогда будет хрустящее вообще. Вот так выглядит эта палочка. Я думаю, что кукурузная мука, если будет такой хороший слой, как у нас, не испортит вкус палочек. Она сама по себе приятная на вкус. Анжела, а каким видом спорта вы с мужем занимаетесь? Муж футболист. А я занималась 12 лет профессионально легкой атлетикой. Ух ты, класс. Ну, сошла с дистанции. Чего? Дети, да? Нет, я тогда не была замужем. Я решила выбрать медицину. Вы по профессии врач? Я доктором. Ага. А какой вы доктор, мама? Я радиолог. УЗИ, КТ, МРТ, диагностика. А-а-а. Так, у нас все готово. Сковородки нету, но мы должны обжарить наши палочки. Чтобы наши рыбные палочки обрели аппетитную хрустящую корочку, я предлагаю использовать микс масел оливкового и подсолнечного. Такой купаж обеспечит нашему блюду нежный аромат и вкус, который понравится всей семье. Берем аккуратненько ножичек и выкладываем. Предлагаю для запекания наших рыбных палочек воспользоваться кухонным помашником. Выбираем программу «Духовка» и благодаря конвекции, равномерным распределению температуры внутри чаши, наши палочки обретут золотистую хрустящую корочку. Чашу не нужно разогревать, это сэкономит электроэнергию. Давай попробуй. А, кстати, если нет такого кухонного помощника, как у нас, то можно обжаривать на сковороде? Да, на сковородочке обжарили, румяную корочку сделали. И буквально, ну, 20 минут, 180 духовка, и палочки будут у вас отличные. Закрываем. Выставляем режим «Духовка». Вот он. Мощность 3. И ставим на 25 минут. И через 25 минут рыбные палочки будут готовы. Рыбные палочки вот-вот будут готовы. И что мне очень нравится, мы обошлись без обжаривания, а значит, лишнего жира в них не будет. Конечно, Надюшенька, это самое главное. Тем более, что мы будем кормить таких спортсменов, артистов, просто мужа красивого. Пи-пи, ура! Да. Все готово. Открываем. И теперь... Очень удобно. Не надо ни прихваток, ничего. И вот наши палочки. И аккуратненько, чтобы не поломать, выкладываем на дощечку. Но никакие палочки не будут такими вкусными, если к ним не приготовить соуса. Любое блюдо с соусом лучше, правда? И поэтому я предлагаю приготовить соус буквально за одну минуту. Для этого понадобится сметана 20-процентная, 200 миллилитров, огурцы соленые, 4 штучки средние и одна красная луковица. И все. И все? И соль и перец мы по вкусу добавим, да. Все это мы измельчим в блендере. Огурцы, пожалуйста, Анжелочка, срезаем хвостик. И буквально сантиметровые такие колечки нарезаем. Лук тоже, просто чтобы немножко легче просто было. И сметана. Добавляем соли, чуть-чуть. Ну да, огурцы-то соленые. Да, огурцы соленые. И перца точно так же. И измельчаем. Я лично люблю, чтобы чувствовались маленькие кусочки. Лук здесь сладкий, не страшно. И огурчик будет чувствоваться. А если вы не хотите, то перебивайте, прямо делайте массу однородной. И как все быстро получилось, правда, Анжел? Да, мы можем сделать презентацию и пробовать. И узнать, понравится ли семье Анжелы вкус домашних рыбных палочек. Мы надеемся, что они гораздо вкуснее, чем в магазине. А уж полезнее-то точно. А я пока напомню, как мы их готовили. Возьмите рыбное филе, творог, лук, морковь, отваренный желток, кукурузную муку, соль, черный молотый перец, молотый тимьян, микс подсолнечного и растительного масел. Рыбное филе измельчите. Творог протрите через сито. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Морковь отварите и натрите на терку. К рыбному филе добавьте творог, обжаренный лук, морковь, яйцо, соль, молотый черный перец и молотый тимьян. Все тщательно перемешайте. Из подготовленной массы сформируйте рыбные палочки. Обваляйте их кукурузной муке. Обжарьте палочки до хрустящей корочки. Выложите на противень. Запекайте при температуре 180 градусов 20 минут. Для соуса сметану, соленые огурцы, красный лук, соль и перец поместите в чашу блендера и перемешайте. Рыбные палочки подавайте с соусом. Вот такие красивые рыбные палочки получились. Как тебе результат, Анжел? Красота. Перед тем, как мы, а самое главное, ваша семья попробует эти рыбные палочки, я предлагаю выпить по чашечке кофе. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо большое. Нескафе Классик. Глоток бодрости и энергии на весь день. Анжел, как думаешь, понравится семье? Или кто-то будет говорить, что нет, в магазине, мама? Думаю, очень понравится. Должны, да. Мягкая. Сочная. Вкусная. Хрустящая корочка. Как вам, Максим? Палочки вкусные, будем устраивать субботники. Палочки. Всей семьей налепим и наморозим. Умничка. Сразу же идея, чтобы полуфабрикатов побольше, да? Карина? Мне очень понравилось. А скажи, вот, пожалуйста, ты теперь будешь говорить маме в магазине, чтобы она купила рыбные палочки? Нет. А зачем, если дома вкуснее, правда же? Да. Так, Даниил, ну ты, пожалуйста, как футболист, как спортсмен, как джентльмен в бабочке? Очень вкусные палочки. Ну как ты думаешь, сколько бы ты мог съесть? Много. Много. Это лучшая похмала. Замечательно. Вся семья довольна. Алла – это просто спасение для тех, кто любит полуфабрикаты, но хочет готовить их дома, а не в магазине покупать. Спасибо большое. Привет, друзья. Понравилось это видео? Тогда комментируйте. Делитесь с ним, со всеми своими знакомыми. И подписывайтесь на наш канал. Вы будете в курсе самого нового и, самое главное, самого интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова